Наша зрительница спрашивает, как жить в экстремальных условиях, в обстоятельствах, которые истощают ресурс человека, пробащают его, делают его больным, невротизируют и делают его несчастным. Как жить в таких условиях, в таких обстоятельствах? Ну, конечно, лучше всего эти обстоятельства поменять. Потому что действительно обстоятельства на нас очень влияют, воздействуют. И американскими психологами проводились эксперименты на тему влияния окружения. И они доказали, что вот такое влияние существует. И даже на суде потом психолог, который проводил этот эксперимент, защищал солдата, который проявлял особую жестокость по отношению к своим врагам. Значит, поменять обстоятельства, попробовать их изменить. Но любое изменение должно начинаться с себя. С изменения себя постепенного. Мало-помалу, да, шаг за шагом. Я хочу сказать, да, и, конечно, помочь себе можно. Ну, вот здесь, допустим, люди успешные. Я читаю, кредитные миллионеры, или там все в долгах. Все время работают. И, как бы, вот отрабатывают эту, словно барщину, словно повинность. Да, оброк. Это форма зависимости тоже. И вот я хочу сказать сейчас о том, да, и успешные люди, которые все имеют, но они сидят на антидепрессантах. И продолжают делать вот то, что они делали. Вот этот образ жизни вести, который они ведут, хотя и жить они не хотят. Да? Конечно же, изменить себя, свое восприятие реальности. Это реально. Изменить характер даже реально. Ну, так скажем, скорректировать его. Вот эта психокоррекция, с помощью психокоррекции. Можно действительно очень здорово себе помочь. И, познав себя, разобравшись в себе. И для этого, ну, вот есть инструменты. Мы предлагаем эти инструменты вам. Например, великую видеокнигу «Перемену жизни». И сеансы гипноза, психотренинги, которые вам, несомненно, помогут. И сделают ваше усуществование легче, проще, спокойнее и так далее. То есть, часто очень ведь мы имеем дело с нашими реакциями. И тут дело аж даже не в обстоятельствах, а в том, как мы на них реагируем. И реагируем порой мы неправильно, в ущерб себе. И тут возникает вопрос о любви к себе. То есть, как полюбить себя, как поднять свою самооценку, как начать себя ценить, как не стрессовать, да? Вот, сохранять спокойствие, управлять своими чувствами и мыслями, и так далее, и так далее, и так далее. Далее. Дальше. Ещё очень серьёзно, вот что я хотел сказать, это то, что люди не сильно поменялись со времён каменного века. И действительно, мы где-то в глубине души первобытные люди, животные даже. Вот я как-то вот действительно муравьи, вот это муравейник для нас долгое время был как бы идеальным примером идеального общества, да? Где все там заняты своим делом, всё. Хотя там нету какого-то разумного, разумного плана в этом, да? Но они живут инстинктами, то есть. А выяснилось недавно, что это тоже не идеальное общество. Ну, в кавычках общество, конечно. Конечно, понятно, что муравьи это не общество, но не идеальное устройство. Дело всё в том, что среди муравьёв есть особи, которые ничего не делают, не вносят свой вклад в общее дело, а подчиняют себе всех муравьёв, которые на них работают, их обслуживают. Ну, здесь сразу напрашивается аналогия с человеческим обществом, с политиками, госструктурами, чиновниками, властью. Ну, вот, действительно, можно провести такую параллель. И нужно понять, что раньше человек, чтобы выжить, расставлял ловушки, и в которые попадались звери, там, мамонты и так далее. Чтобы выжить, даже у животных есть, даже животные научились обманывать. Это в природе. В природе животных обманывать. Так же, как в природе человека. Ложь, обман. Я теме обмана посвящу как-нибудь ролик. Вот мы... Я отдельно поговорю об этом. Но... И скажу, как и правда важна тоже. Но пока об обмане. Вот... Ценится две вещи. Уважается. Среди людей. Первое, это способность убить. Тогда страх есть. И... Вот там боятся. И как бы подчиняются, да. И второе, это способность обмануть. Вот так хитро. Гениально может быть даже, да. И вот этих вот проявлений обмана, масок обмана, их миллион. И мы даже себе... Ну, многие, многие не представляют, что их обманывают. Вот настолько это всё хитро. Настолько это завязано на психологии. На... Глубоко... На... На ценностях. На ценностях человеческих, да. Но в конце концов, ну... В науке обман тоже играл роль огромную. И... Но трагически заканчивался часто, да. Но дело сейчас не в этом. Обманывают. Обманывают нас. Так вот, для чего это всё делается? Или как... Первое, что надо, это надо научиться распознавать обман. Раз. И... Перестать обманываться. Два. Для того, чтобы что-то поменялось в жизни. Для этого нужна правда. Правда нужна для того, чтобы не обманываться. И чтобы, конечно, улучшить качество своей жизни. Качество жизни улучшается только с помощью знания. Не любви. Ведь... Любовь, она тоже может быть удавкой. Понимаете? Я приводил пример из книги Бертрана Рассела. «Почему я не христианин». Вот там он пишет о том, как священники во время чумы прятали из любви к людям, вот этих людей в церкви. Там кто-то появ... Ну, попадался, естественно, один человек, который был уже заражён чумой. И он заражал всех, и все умирали. Вот знаний не хватало. Дело не в любви. Любовь – это не высшая ценность. А я об этом тоже поговорю. Я сейчас готовлюсь. Надо ещё поразмышлять на эту тему. Ну, сейчас я в промельк просто упомянул, да. Это знания. Нужны знания, которые мы предлагаем. Мы предлагаем эти знания, которые действительно меняют жизнь. Они поменяли мою жизнь. Меняют жизнь сотен людей. Вот. И... Поймите правильно, что вы и есть мамонты. Вы и есть мамонты, на которых охотятся. Смотрите. Ну, допустим, банки взять. Да, вот эти кредиты. Кредитное рабство, пожалуйста. Вы... Берёте кредит. И вы уже оказываетесь в таком рабском положении перед банком. Дальше. Ну... 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 И запугивание через СМИ идёт, да. Промывка мозгов идёт. Для чего это делается? Тоже, чтобы люди подчинялись. Чтобы люди не мыслили. Чтобы люди платили налоги. И... Как бы обслуживали власть. Вот это нужно только верхушке. Чтобы её обслуживали. Они это прекрасно понимают. У них масса схем. Для того, чтобы обмануть, оболванить людей. Ну, вот там, где страны более-менее свободны. Эти схемы вскрываются. Кто-то говорит об этом. Все понимают. Но всё равно изменить этого не могут. Вы мамонты, на которых охотятся. И повсюду расставлены ловушки. Работодатель расставляет ловушки. Государство, которое на стороне работодателя. Вот если вам не нравится работа, допустим, да, какая-то, вы увольняетесь. Ну, государство вам не будет платить пособие по безработице. Потому что вы уволились добровольно. Вот идиотизм. Да? Работа, которая калечит людей. Которая явно не подходит. Которая... В которой условия труда не соответствуют закону даже. Ну, поймите, всем плевать. Всем на это плевать. И вы мамонт. Вас нужно поймать в ловушку. И использовать. Вот используют работодатели. Государство. И банки. Кто ещё использует? СМИ используют. Вот я открываю газету. Да? Там ни одной новости же нет. Там читать нечего. Всё фейк. Фейк. Сплошной фейк. Но для чего это? Для чего это писать? Запудрить мозг. Одурачить человека. Оболванить его. Превратить его в покорное... В покорное... В покорное... В покорное... В быдло, да? В животное покорное. Это называется процесс... Ну... Ну, такое одомашнивание. Типа скота. Вот что это такое. Пытается обмануть. Вот все те, кто говорят, надо родину любить. Надо быть патриотами. Надо ещё что-то там. Все пытаются обмануть. Значит... Только псих... Вот только мы говорим... Психологи, лучшие из нас, говорят о том, что надо любить себя. Вот я говорю, любите себя. Думайте о себе. Ваш экзистенциальный эгоизм... Это условия вашего выживания. В этих джунглях, в которых вы живёте. Мало кто протянет руку помощи. Мало кто вас любит. Если вы не будете любить себя. Если вы не будете нужными себе. Если вы не будете нужными никому. И вас никто не полюбит. Поэтому величайшая... Вы несёте величайшую ответственность за себя. За то, чтобы сохранить свою душу. Чтобы самореализоваться. Раскрыть свой потенциал. Это ваша великая миссия. Ловушки, я сказал. Как жить в этой ситуации? Значит, поменять обстоятельства. Если невозможно, но... Хорошо, невозможно, допустим. Поменять своё отношение к ним. Это легче сделать. Хотя кому-то и сложнее, чем просто взять и уехать. Изменить себя, своё восприятие мира. Ну, это возможно. И для этого всегда существовали гуру. Гуру. Ну, скажем так. Мы используем это слово. Ну, или философы, психологи. Которые помогали это восприятие поменять. Ну, в конце концов, религиозные лидеры. Ну, и вот Будда, например. Ну, мы... Я не буду говорить, во что это всё выродилось. Да? Но изначально, ну, действительно. Ну, вот... Давайте почитаем там буддистские тексты. Дзен-буддистские коаны. Ну, и так далее. Там очень много интересных книг. Философских, глубоких. Они очень полезны. Давайте почитаем философов. Стойков. И так далее, да? Это очень полезно для того, чтобы поменять своё восприятие. Мира и себя тоже. Как бы переформатировать. Вот. Понимаете, когда мы говорим, что чё-то там невозможно нам. Мы просто себя не знаем. Мы не знаем своих безграничных возможностей. Надо пробовать. Надо всегда действовать. Вот сначала действовать. Вот иногда кажется, ну да, сначала действовать, а потом думать. Но уже пока вы думаете, ну, вы можете не начать действовать. Вот как этот Буриданов осёл. Да, вот он разрывался между тем и тем. Не мог сдвинуться с места. Вот. Кстати говоря, вот действовать, да. Что произошло вот в Индии, например, когда-то, в Древней Индии. Вот мы знаем о Будде, который жил очень хорошо, кстати говоря. У него не было экстремальных условий существования. Жил он прекрасно. Но потом он вот увидел боль, страдания, смерть и уже не смог с этим совладать и ушёл в лес и стал искать ответ на вопрос, как эти страдания преодолеть. И, кстати, придумал идею нирваны. Всё это очень эвристично для нас. Всё это полезно размышлять над этим и, быть может, даже использовать что-то в своей жизни. По крайней мере, когда мы не можем изменить обстоятельства наши, удовлетворить свои желания, мы можем от них отказаться и найти в этом массу плюсов, массу в отказе от наших желаний. Я уверен, что жизнь справедлива и она человека как бы создаёт ему те условия, в которых он может развиваться. И даёт ему этот шанс обратить внимание на себя, на свой внутренний мир, на свою душу. Помните, вот был такой философ Фёдоров. Он работал в библиотеке. Работал в библиотеке. Вот создал, ну, был такой личностью, он был очень эрудированным человеком. И Циолковскому помогал. И все, кто попадал в его поле, конечно, восхищались. Вот, жил очень просто. Вот, был библиотекарем. Разработал свою вот эту космическую философию. Ну, потрясающий человек. Вот, ему не мешали обстоятельства. Хотя они были тоже суровыми, трудными. Значит, я, да, и про Индию, про Древнюю Индию. Что там произошло? А вот взяли все, ну, не все, а там 40%, кажется, городского населения. Всё оставили и ушли в лес. Вот там тепло, конечно, да, но они ушли в лес. И стали исследовать себя. Стали трансцендировать. Погрузились в процесс самопознания. Ну, что вам мешает? Последовать их примеру. Посмотрите, многие великие люди это делали, уходили. Уходили в лес. Вы уезжали из города, жили в деревне. Обособлено очень, да. И жизнь менялась совершенно. И такого расцвета Но не было в Индии, по-моему, больше расцвета религиозно-философского. Они, индусы, придумали такое, такое разнообразие религиозно-философское, что это восхищает просто. Потом они вот там, каждый в отдельности, потом они встречались, общались между собой, обменивались этим опытом мистическим. И вот вам, пожалуйста. И мы узнаем столько интересных вещей о человеке, которые узнать по-другому, изменив обстоятельства, просто невозможно. Поэтому помните, что смена обстоятельств даёт вам шанс приобщиться к чему-то более значимому и высокому. И познать себя, свои возможности. Видите, ну, действительно, что с нами делают? Нас, как бы, делают слабыми, да? Нас ограничивают. Нас учат быть несамостоятельными. Вот. Нас инвалидизируют в психологическом смысле слова. Да. Вот. Отводят роль. Каждый шесток... Каждый сверчок знает свой шесток. Вот. Вот. Поговорка, да, такая. Вы все знают её прекрасно. Вот. Что нам отводят шесток. Несуйтесь туда. Несуйтесь сюда. Вот это и делайте. И всё. Вот вам ваш кусок хлеба. И будьте счастливы. Вот. Такие вещи происходят. Власть очень бдительна. А бдительные люди, вот этот бдительный психотип, очень не любит критику. Поэтому критиковать власть опасно. Для здоровья. Для жизни. Для свободы. Вот. Но, короче говоря, выход есть. Выход есть. И вы его можете найти. Мы со своей стороны предлагаем видеокниги, книги, сеансы гипноза, психотренинги, которые помогут успокоиться. Нормализовать сон. Есть сеанс гипноза для здорового сна. потому, что сон это священное время. Вы обязаны высыпаться. Обязаны просто. Если вы этим пренебрегаете, всё это начало сбоя. Если вы не высыпаетесь, то вы начинаете работать против своей психики. Против себя. Вы начинаете работать на самоуничтожение. На невротизацию. На невротизацию. Вы подвергаете организм и свою психику огромному испытанию. Огромнейшему стрессу. Подумайте, ради чего. Кстати, общество потребления это тоже как мамонтов потребляли. Так же и сейчас. Это потребительское отношение. Всё это это же по сути инстинкты первобытные все. Так же как и любовь к деньгам. Это чистый бехевиоризм. Это чистое научение. Самое примитивное. Но это работает, конечно. Это держит человека на плаву. Возможность заработать. Что-то купить. Как-то улучшить качество жизни. Поехать куда-то там. И так далее. Я это не осуждаю. Нет. Ни в коем случае. Но я говорю о том, что это ведь и не всегда и работает. Просто. Этому не сложно научить. Но это не будет работать. И мы знаем, что вот как мы видим люди с деньгами но они несчастные. И не хотят жить. И страдают. Поэтому ситуация сложная. Трудная. Но вместе с тем с ней можно справиться. И вот я у меня есть идеи допустим разные. я хочу допустим создать и какое-то какое-то какую-то общину даже быть может. Построить вот на деньги ну вот в складчину да какое-то ну поселение может быть да там деревушку. я уж я не замахиваюсь на целый город но хотя было бы неплохо ну городок такой построить даже да вот и собрать таких творческих людей единомышленников и но это это было бы восхитительной это была бы восхитительная вещь восхитительный проект но я думаю что я еще все это возможно притворю в жизни эти все замыслы и таким образом каждый из вас может поучаствовать в этом и приехать куда-то и там жить среди приятных людей единомышленников это очень важно поддерживающая среда окружающие вас люди да вот друзья для чего они нужны они нужны для того чтобы быть поддерживающей средой иногда льстить даже да это полезно ослабшему человеку чтобы ему польстили похвалили поддержали когда он уже силы наберет энергетику да тогда уже не надо ему этого вот а пока он как бы встает на ноги чувствует себя неуверенно здесь конечно нужна дружеская поддержка и враги полезны враги полезны потому что они как бы заставляют шевелиться заставляют развиваться да потому что надо же отвечать на вызовы эти быть лучше и отвечать на критику конструктивную аргументированную конкурировать и так далее вот а мы видим что иногда вот это вот поддерживающая среда она идет во вред вот когда вот артисты например да которых обожают все и посмотрите как они себя начинают вести да совершенно неподобающим образом вот избалованные этим вниманием восторгом они начинают начинают уже этим пользоваться и вести себя недостойно вот и друзья так же да вот да слишком много патоки лезьте то самооценка начинает зашкаливать сама критика исчезает и люди начинают себя вести неадекватно становятся смешными вот нелепыми а потом начинают ошибки допускать тоже в ловушки попадать и потом вот больно им становится когда там что-то идет не так как они ожидали а враги наоборот поддерживают и во благо оказывается это вот критика жесткая пожалуйста комментируйте то что вы думаете говорите задавайте вопросы ваши и будем дальше размышлять и все